Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У нас сегодня в гостях, как всегда, красавица Жали. И сегодня мы будем снимать челлендж. Жали вчера, нет, позавчера, попросила кинуть ей вызов. Я вообще была в шоке, когда ты съела огромную тарелку азербайджанского хингала, или как правильно, да? По-разному говорят. Теперь посмотрим на твои способности. А вот отсюда досюда, это мое, вот где микрофон. И с этой части это все твое. Посмотрим, кто больше съест. В общем и целом здесь, по-моему, должно быть 44 штуки у каждого. И у тебя 44, и у меня 44. Без проблем. Я, если честно, не очень голодная. Я съела такую шаурму, которая тебе даже не снилась. Да, было вкусно. Очень-очень. Я, кстати, давно не ела шаурму. Очень. Я очень люблю шаурму. Курица, гриль, шаурма, роллы и пицца. Шаурма у меня с Россией ассоцируется. Ой, там вообще другая шаурма. Там вкус другой просто, ребят. Если вы не пробовали, там добавляют туда корейскую морковку. Да, да, капусту. Очень вкусно получается. Ну, знаешь, здесь тоже есть места, где очень вкусно. Приступаем. Давай. Ты эти любишь? Я эти, кстати, не очень люблю. Не любишь? Я, по-моему, все люблю. Все, что связано с сушами. Вот такие вот интересные здесь есть. Я никогда не пробовала. И я тебе предлагаю съесть у себя на канале чайкафта. Попробуй. Знаешь, что мы забыли? Салфетки. Мам! Я отсюда выйду, потом зайти не смогу. Ты двигаться по прессе принести. Мам! Не мамка. Я реально сейчас выйду и не зайду. Мам! Извини. Можно платье воспользоваться? Мам! Я ем. Извиняюсь. Придется. А у меня здесь есть салфетки, а? Просто их мало. Будем экономить. На. Просто все я так разложила, что в кадре красиво было, неудобно. Рассказывай, Жалим. Как твои дела? Что у тебя нового? У меня. Я все жду. Я, кстати, очень ждала 25 число, когда магазины откроются. Сегодня открылись. Я купила столько всего, сняла влог. Посмотришь. Ага. Ммм. Ты моей сестре очень понравилась. Моей маме. Ммм. Чем же так вообще? Ммм. Симка меня не поцеловал. В следующий раз это будет насильно. Моя мама, знаешь, что сказала? Айка намного симпатичнее, чем на видео. Да. Мама в жизни такая красивая. Да. Спасибо большое. Очень приятно. Я, если честно, думала, что наоборот. Я... То, что здесь выходит из жизни разные вещи. Вы слышали? Ммм. Вы слышали? Филадельфия очень вкусная, крупная. Посмотрите. Ммм. С какой рыбкой. Интересно, кто победит? Ммм. Я думаю, что я. Тут стоманат. Тут стоманат. Здесь вопрос. Да. Стоит ребром. Да. Кто-то должен победить. Кто-то должен забрать эти деньги. Ничего. Все путем. Работа. Дом. Хотела сказать дети. Но у меня один. Вот. Ну, даже с одним, мне кажется, сложно. Я просто иногда думаю, как люди воспитывали троих. Ммм. У вас так вообще четверо. Два брата, две сестры. Ммм. Очень сложно, на мой взгляд. У меня у папы в семье восемь детей. Они три сестры. Остальные братья. У меня бабушка рассказывала, что она детей просто привязывала к столу. И сама шла на работу. Да ладно. Не то, что на работу. Так я с тобой. В огород. В огород там дела делают. Но на самом деле сложные времена были. Вот бабушка иногда рассказывает, я просто в шоке. Угу. Думаешь, как хорошо, что я живу сейчас. Не стиральная машина, не памперсов, не влажных салфеток, не суких салфеток, не туалетной бумаги. То есть, учитывая все эти вещи, памперсы, как без них можно было. Я вообще не понимаю. А я говорю отцу, что почему, говорю, у нас нет пульта, чтобы свет выключить, чтобы лежа сразу не вставать. Да. Люстры с пультом, да. Мне кажется, мы скоро так обленимся, мне посуду у нас моют уже, одежду нам стирают. Уже, по-моему, гладильное тоже появилось. За тебя одежду гладят, прикинь. Шкафчик такой, туда одежду кладешь. И все выглажено, да? Да, вытаскиваешь, у тебя уже выглажено. Интересно, интересно. Надо посмотреть, где это можно прикупить. Мне кажется, я лентяй номер один. Вот мне ничего неохота делать. Робот-пылесос есть. Что осталось еще придумать? Мы сейчас с мамой были у врача. И врач сказала, что для любого человека, не важно, он здоров или не здоров, важна физическая активность. А у меня мама говорит, что я посуду мою, там, не знаю, путь переключаю. Руку так поднимаю, скучаю. И она такая говорит, это не то, что вам нужно. Вам нужно 8 километров пешком ходить. Да. Каждый день. Если вы хотите быть здоровыми. И мы с мамой прошлись по магазинам. Я говорю, маме, давай вернемся назад пешком. Мама говорит, такси. Я очень люблю пешком ходить много. Я тоже. Ты ко мне пешком пришла? Нет. Значит, не любишь. Моя мама, мои родители, они живут почти рядом с Айкой. Очень близко. Ну как близко? Три остановки. Ну для меня это близко. По сравнению, что я к тебе еду с Есамала, это вообще близко. Я от Айки живу очень далеко. Пользуюсь случаем, пока... Не даю привет. Мне всегда эти слова напоминают. Пользуюсь случаем, передаю привет. И пошла передача «Поле чудес». Там всегда говорили «Пользуюсь случаем, хочу передать привет моему родному городу». Заводу Востока. Что ты хотела сказать? Пользуюсь случаем. Я уже забыла, у меня куриная память. Я реально не помню. Но зато я вспомнила кое-что другое. Я иногда мукбангов тоже что-то рассказываю, рассказываю. Потом забыла, все, поехала. В общем, я встретила свою одногруппницу, которая никогда со мной не общалась так особо, знаете, такая. Когда я ходила по магазинам. В одном из бомжатских магазинов, кстати. В котором я тоже была. В общем, не суть. Что я несу? И она такая «Айка, это ты?» И мне сразу, что я хотела сказать «Нет, вы обознались». Потом я подумала, как-то глупо получается. Ну вот настолько, знаете, не хотелось вести диалог. И что в итоге? Я сначала сделала вид, что я не услышала. Она в итоге опять. Потом она подошла, такая «Айка, это же ты!» Я такая «Ну да, я». «Как дела? Ты там видео снимаешь туда-сюда?» Я тебя смотрю. Я такая «Спасибо». Иногда вот прям реально приятно, когда мои знакомые какие-то меня смотрят. Не просто говорят, что «Слушай, я тебя смотрю». Она реально смотрит. Это очень приятно. Айка, я тебя тоже смотрю. Да, вот спасибо, дорогая. Иди сюда, я тебя обниму. Ну ты обними меня. Погладь меня. Ты смотришь только с тобой видео или вообще? Нет. Я тебя и раньше смотрела. Никогда бы не подумала, что я буду с Айкой дружить. Вообще никогда бы не подумала. Смотрела я ее, бегала с сестрой, покупала что-нибудь и ела из-за нее. У меня Тимка как-то один раз, он был маленьким, ему было всего 10 месяцев. Он смотрел Айки на видео, где она ест шаурму. Он сказал, что я тоже хочу шаурму. Нет, у нас как раз Лолита купила, и он стал есть эту шаурму. А вы сейчас ему не все даете, да? Или можно уже? Нет, не все. Не все даю. Пюрешечки всякие. Да? Здоровую пищу даю только. А ты не собираешься его в Макдональдс водить, да? Ммм, его папа водит иногда. У нее муж жутко любит Макдональдс. Вот. Значит, милых он кушает Макдональдс. А Тимка там у него картошку в фри отбирает всегда. Я помню, у нас как бы учительница в универе всегда говорила, что родители неправильно делают, когда приучают детей к Макдональдсу с раннего возраста. Я сразу так, знаете, думаю, я иду в Макдональдс, оставляю ребенка в машине, например. Это радость. Нельзя ребенку в Макдональдс, я так считаю. Ты оставляй и уходи сама кушать. Потом возвращайся с брокколи и говори, сыночек, это я для тебя купила. Кушай брокколи. А я обожаю брокколи. Ага. Ты знаешь, что это за звук? Хорошо. Это сосед? Ну, я так угорала, я читала комментарии. Я тоже, ты про тот же. Я говорю, 2019 год, у меня идет ремонт. 2020, у меня ремонт. 25, у Альки до сих пор ремонт сосед. Да, я вообще под видео, где вот это вот сердечко бублик, я читаю комментарии, ребят, и так угораю. У людей такое хорошее чувство юмора. У тебя, да, у людей. Мне просто хочется моему подписчику сказать, стоп, давай общаться. Давай ты будешь всегда так шутить. Нет, реально, иногда заходишь на какие-то видео, комментарии, и просто угар там. Или, например, большие комментарии. Смотришь, видно, что написал взрослый человек, и очень грамотные. Каждая запятулечка, огромные комментарии. Прям хочется сказать спасибо за информацию. Да, я тоже читаю такие комментарии. Иногда комментарии смешнее, чем само видео даже получается. Меня может отключиться у кого-то телефона. Хочу отключить. Это клиентки. Меня любят так. И ты на протяжении дня постоянно им отвечаешь правильно. Сложная работа. Вообще, я считаю, что сложно работать с женщинами. Думаешь? Извиняюсь. Но реально это так. Так как я работаю с мужчинами, я знаю, о чем я говорю. С мужчинами намного проще сотрудничать. Они очень коротко говорят. Свою мысль доносят до тебя. В общем, очень просто. Я однажды ушла из магазина техники, устроилась в одной из строительных компаний. И там был коллектив в основном женский. Так 50 на 50, да? И я просто была в шоке над тем, как сложно с женщинами работать. Одна дама каждые 5 минут делала вид, что я выпила 3 какое-то лекарства от сердца. Типа так переживала за товар, который доставят. Хотя она не получает никакой процент с продажи. И всегда она это говорит при Боссе. Я так переживала, выпила столько таблеток от сердца. Мне так плохо было, как он ушел. Ну да, реально, знаешь, очень много неискренности. Моя вся работа связана только с женщинами. Но ты очень неконфликтный человек. Мне кажется, тебя хоть куда поместим, ты со всеми общий язык найдешь. Вот знаешь, даже в университете у меня никогда не было, чтобы я с кем-то поругалась. Ни разу не было в школе с кем-то поругалась. У меня такого не было. У тебя интересная работа, но это обязательно надо любить. Я люблю. Мне нравится это все. Я не могу жить без общения. Мне нужно постоянно быть нужной кому-то. Лишь, если ты любишь общение, то ты нашла себя. Да. И ты тоже себя нашла, мне кажется. Ты занимаешься тем, что ты любишь. Да. И построила свою жизнь так, как тебе удобно. Ютуб реально это... Иногда я шокирована, что я получаю деньги с того, что я просто снимаю видео. Хайфуешь. Ты же получаешь удовольствие от этого. Конечно, я очень люблю это дело. То есть в Ютубе я как бы творчески выражаюсь. Вот знаешь, все думают, что это легко. Вот. Ой, что, села, сняла видео. Это на самом деле нелегко. Быть искренним. Не каждого человека полюбит аудитория. Кому-то удается зацепить. Тем, что он искренний. Он честный. Он даже по твоим одним и тем же историям видно, что ты всегда говоришь правду. Я реально иногда думаю, рассказываю историю, и думаю, я рассказывала это или нет. И человек это чувствует, подписчик это чувствует. Не, на самом деле это так. Это не в лицо сказано, но это так. Поэтому не каждый сможет. С завтрашнего дня я записана к Жоли. Если вы тоже хотите вместе со мной быть в одной группе и заниматься спортом, пишите обязательно инстаграмм Жоли. Я оставлю внизу. Переходите. Они могут, да, попасть ко мне, в группу ко мне? Да. Только я там буду под секретным именем. Я буду там Владислава. Твикс. Но вы узнаете меня из тысячи по словам в группе. По губам. Я помню эту песню. Тогда это был просто хит. Да. Я хотела намочить, но не вышло. Ролл слишком большой. Ну как? Идет? Идет. Ты наелась? Нет. Я тоже не наелась. Я сначала хотела заказать меньшим. Потом я подумала, нет. Все напишут, вот, Айка зажмотила. Смотрите, люди, я правда ем, когда не говорю. Айка всегда с собой это все еще заворачивает. Поэтому мне так обидно было читать под последним нашим с тобой видео, что ты меня не покорбила. Я ушла голодная. Это тоже я заверну тебе. Да. Ты не убежишь. Нет, на самом деле я... Айка после этого накрывает тебе поляну. Ну, сидишь с ней болтаешь очень долго. Вот. Еще чаем угощает. Со сладостями. То есть, все, что вы видите там, это не так, как кажется. С этим сплетничаем о том, о чем. Да. С Жоли можно поговорить на абсолютно любую тему. Ну, я сейчас вот показала ей топики, она сказала, я тоже хочу. Жоли там, не знаю, показывает свою фигуру. Я такая, я тоже хочу. Ну, кстати, мы с твоей сестрой очень похожи. Вот я реально это почувствовала. Она что-то говорит про Дом-2. Я такая, я тоже так думаю. Лали, я согласна с тобой. То есть, очень похоже. В детстве мама столько ругалась, когда Лали Дом-2 смотрела. Почему? Приходила, выключала. Что это такое? Это смотрит. Она была очень строгой мамой. Ну, и сейчас, мне кажется, такая более... Мама? Папа более современный, да, у вас? Мой папа, он всегда хотел что-то... Он всегда хотел, чтобы мы умели все. Он нам разрешал многое. А мама нет. Мама во всем ограничивала. Я была в шоке, когда мама сказала, что папа хотел сделать из себя модель. И тут реально круто, когда папа поддерживает тебя у всех в твоих начинаниях. Ну, я не хотела никогда. Быть моделью? Нет. Папа всегда говорил, я не хвастаюсь, это просто папа говорил, ты у меня такая красивая девочка. Тебе нужно быть моделью. Ну, это я была ребенком. Мне кажется, он бы не разрешил бы, когда бы я выросла. Мама точно не разрешила бы. Ну, мама бы точно не разрешила, но и папа, мне кажется, тоже. В детстве они нам все разрешают, все говорят. Ну, в плане, например, в плане образования папа сказал, будешь на это учиться, все. То есть ты не выбирала, да? Она сказал. А на тот период ты уже спортом занималась. Я начала, как поступила в университет, в это все вникать. Я изначально хотела поступать на юридические. Да? Да. Я не говорю. Я не слышала. Ну, папа сказал, что это не женская профессия. Не надо. Лучше ты будешь, как думаешь, кем? Врачом. Правильно. У меня папа тоже нечего. Или два варианта всегда родители придумают. Либо врач, либо учительница. Папа говорит, я вижу тебя в роли учительницы начальных классов. Я такая офигенная перспектива. Нет, дело, шучу на самом деле, дело не в перспективах. Дело в том, что мне тяжело. То есть я не лидер. Я не смогу, знаете, стукнуть по столу и сказать, заткнитесь. Ой, извиняюсь. Сказать, молчать, дети. Домашнее задание записывать. Мне кажется, меня никто бы не слушал. И все бы посылали бы на три веселые буквы. Вот знаешь, у нас когда в университете были, даже в школе, да, добрые преподаватели, мы их любили. Они от нас не требовали, да. Мы думали, ой, какой хороший. Мы его любим. А сейчас понимаешь, что мы скучаем за тем преподавателем, который нам давал реальные знания. Который нас заставлял учиться. Уже с годами ты понимаешь, что нужно любить именно того преподавателя, который на самом деле для тебя хочет, чтобы ты получал какие-то знания. Который реально обучил тебя. Да, да. Вот именно о таких преподавателях ты и помнишь. Спасибо, что дала мне это знание, да, например. У нас была учительница по-английскому. Она всегда говорила, писать хотите? Мы такие, нет. Я не хочу проверять ваши работы. Тогда посидите тихо. И все. Мы сидели тихо. Никому не жаловались, что он нам ничего не преподает. А в конце оказалось, что я нифига ничего не знаю по-английски. Айка вчера мне предложила Тимку в танцы отдать. Он чуть подрастет. Очень хорошая идея. Он у меня любит танцевать. Очень. И не стесняется. Да. Ему нравится, когда за ним следят. Смотрят, как он это все делает. Да, он любит быть в центре внимания. Он похож на твоего мужа. Ну-ка не съедай. Иначе я даже это съеду. Мне кажется, у меня больше осталось. Почитаем. И это все аккуратненько. Мы тут сделали подсчет. И оказалось, что Джоли выиграла. Так что я тебе из чистой совести отдаю стольник. И приглашаю вновь на обжираловку. Роллы были достаточно вкусные, согласись. Мне очень понравились. Очень, знаете, такие сытные. Легко. Все остальное я тебе заворачиваю. И это все. Вот, девочки, она все заворачивает. Всегда. И реально мне обидно, когда я читаю подобные комментарии, что я специально не даю людям поесть. В общем, на этом все. Я вам ссылочку на Джоли оставлю внизу. Обязательно переходите, подписывайтесь. Если хотите еще видео с Джоли, то обязательно пишите в комментариях. Всех любим, целуем. Пока.